Ребят, всем привет! И сегодня я с вами поделюсь очень полезным секретиком. Даже, наверное, будет правильно сказать лайфхаком, к которому я пришел методом небольших экспериментов. И кому интересно, что же у меня сегодня получится, не переключайтесь. Продолжим просмотр. Итак, друзья, сегодня мы будем изготавливать волшебную жидкость. Чудо-зелье, но не для применения внутрь, а для нарезания качественной резьбы на токарном станке. Видео у нас сегодня короткое, но полезное. А для этой жидкости нам понадобится, для удобства использования, пустой тюбик от перекиси водорода, в который мы и зальем это чудо-жидкость. А для приготовления нам понадобится всего лишь два компонента. Это тормозная жидкость и масло в насос гидроусилителя руля. Смешать эти две жидкости нужно один к одному. То есть пол тюбика тормозной жидкости и остальных пол тюбика масла в ГУР мешаем. И хорошенько все взмешиваем. Да, и сразу я решил срезать верхнюю часть колпачка. Таким образом, накрутив колбачок на тюбик, при нажатии на тюбик, вот эту вот саму пипку, дозатор, не выдавит. Очень удобно. Тоже лайфхак. Вот, друзья, обратите внимание, у меня много всяких разных смазывающих и охлаждающих жидкостей. Та же самая сош, эмульсия, различные масла, брызгалки. Есть даже сало. Но вот эта вот жидкость превосходит все виды смазки при нарезании резьбы на токарном станке. Хоть плашкой, хоть резцом. Вот, посмотрите, недавно выполнял заказ, резал резьбу плашкой. Обратите внимание, никаких задиров. Резьба гладкая, четкая. Как я и говорил, я экспериментировал. И эту же самую резьбу, той же самой плашкой, если я буду нарезать и использовать сало, моторное масло или сош, такого качества не получится. Так, друзья, сейчас я вам покажу на примере. Возьмем пруток, проточим до нужного нам размера, до нужного нам диаметра. Будем нарезать метрическую резьбу М12 шаг-полтора. И будем мы ее нарезать при помощи моего самодельного приспособления в заднюю баку плашкой. Протачиваем пруток до нужного диаметра. Ну и теперь второй проход до нужного нам диаметра. Не забудем снять фаску. Ну а фаску я снимаю резьбовой пластинкой, так мне удобнее. На коробке передач устанавливаем обороты 65 оборотов в минуту, а значит B1. В заднюю бабку токарного станка ставим мое самодельное приспособление, уже с нужной нам плашкой М12 шаг-полтора. Отводим резцедержавку, чтобы она не мешала нам. Подводим суппорт ближе к патрону. Подводим приспособление. Смазываем заготовку чудо-жидкостью, чудо-смазкой. Ну и все, погнали резать резьбу. Реверс. Резьба просто идеальная. Идеальная резьба. Просто идеальная. Ни с салом, ни с какими видами смазок и охлаждений. Такого качества никакими видами смазок не добиться. Я экспериментировал не раз, поверьте. Ну вот, ребят, смотрите. Никаких задиров. Никаких подрывов. Просто идеальная резьба. Друзья, все или многие из нас всегда стремятся к лучшему результату. Во всем. В спорте, в технике. Ну, наверное, в любой специальности. Я не спорю. Кто-то скажет, а да ладно, пойдет. Но я привык добиваться лучших результатов. Так как ко мне обращаются люди. Если сегодня ко мне обратился человек с заказом. И я сделал ему, да ладно, вот так пойдет. Он завтра ко мне не приедет. Поэтому лучше сделать с десятого раза, но качественно. И выполнить заказ, отдать деталь в качественном исполнении. Я пробовал одним и тем же режущим инструментом. Но разными видами смазок. И получается по-разному. Той же самой плашкой и с салом в разы хуже. С моторным маслом. С эмульсией в принципе хорошо, когда режешь резцом. И более или менее на больших оборотах. В районе 300. Но опять же надо умудриться не врезаться в патрон. То есть нужна сноровка. Но вот жидкость, которую сегодня я вам показал. Это идеальный вариант для нарезания резьбы на токарном станке. Хоть плашкой, хоть резцом. Так что кто занимается токарной обработкой и нарезает резьбы, советую эту жидкость. Попробуйте, вы не разочаруетесь. Ну а на сегодня у меня все. И надолго я с вами не прощаюсь. И если вам понравился такой формат видео, напишите обязательно в комментариях. До скорой встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok